здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул сейчас речь пойдет о яблоньках а именно о яблони ну пожалуй будет правильно сказать неизвестного для меня сорта история это яблоньки очень простая когда три года назад мой участок стал побольше я решил посадить три яблоньки купил три саженца это алтайская румяная подарок садовода и юнга естественно когда была сделана высадка это было в восемнадцатом году весной пометил как всегда где какой слой путаницы здесь быть никакой не могло и вот сейчас 21 год зима оказалась очень сложная очень суровая все яблоньки очень сильно подмерзли но все таки одна из них а именно вот это завязала некоторое количество плодов 1 вообще погибла и вот здесь вот один плод остался вот второй плод и вот еще два плодика то есть удастся хотя бы попробовать плоды яблонь в этом сезоне это новые яблоньки в основном я выращиваю свои саженцы яблонька не собственная стараюсь их использовать но это именно магазинные яблоньки куплены специализированном магазине повторюсь путаницы быть никакой не могло и вот дело в том что вот это вот яблоня согласно моим записям это должна быть сорт юнга ну что тут можно сказать можно наверно сорвать уже одно яблоко поскольку видно уже даже может быть немножечко переспевает яблонька ну все-таки мне кажется на сорт юнга это яблони не очень похоже вот насколько она налита соком то есть уже видимо поспела полностью если исходить из того что были у меня еще сорта алтайская румяна и подарок садовода если методом исключения посмотреть на подарок садовода точно она не похожа на алтайская румяная ну в какой-то мере может быть похоже но на сорт юнга эти яблочки похоже меньше всего вот и не знаю как их теперь называть с одной стороны яблочки очень хорошие сейчас попробуем но с другой стороны не знаю что это такое если это все-таки сорт алтайская румяна могла произойти путаница еще в магазине поскольку этикетки на яблоньках они были привязывали продавцы они сами мне рассказывали что они приходят к ним я не знаю в другом виде и вот они их сортируют и чтобы было удобно ставят этикетки некоторые даже вручную написаны ну я перепутать но никак не мог при высадке повторюсь все сразу записываю очень четко и вот если исходить из того что продавцы перепутали то это алтайская румяная может опытный садовод подскажет кто выращивает этот сорт может действительно это алтайская румяная или какой-то иной сорт яблонька вот такой но немного желтоватый бачок довольно насыщенный красный цвет с другой стороны еще при поспевании вот видно яблонька как бы наливается соком это тоже какой-то характерный признак сорта вот такой интересный случай произошел у меня с яблонями повторюсь с одной стороны приятно что яблонька начала плодоносить высадка была восемнадцатом году плодоношение началось двадцать первом году жалко что она сильно повреждена зимними морозами хотя бы удастся их попробовать остальные яблоньки настолько задеты морозом что там ни о каком урожай речь и не идет ну вот сейчас судя по всему посмотрел я на эти плодики по моему надо снимать все четыре своих яблока нет смысла вот видно что яблочки поспели если это алтайская румяная то этот сорт поспевает в конце августа в начале сентября даже не знаю что и думать посмотрел картинки в интернете похоже конечно на алтайская румяная но уверенности нету еще совсем небольшое количество яблочек сорта горноалтайская тоже поспела вот эта взрослая яблоня очень сильно тоже повреждена зимним морозом настолько что плодов почти нету ветки то ели живые но делать нечего что-то может быть еще соберу но во всяком случае яблок очень мало урожай будет считаться поштучно не ведрами урожай считать будем яблочками вот такая была зима во всей округе у всех яблони очень сильно задеты морозами ну делать нечего все равно яблочки будем выращивать какой же сад без яблок и вот эти яблочки сейчас будем пробовать ну и поскольку это новый для меня сорт посмотрим как выглядит это яблочко в разрезе и какое оно на вкус аромат от яблок исходит вполне ощутимый очень приятные и посмотрим это яблочко изнутри разрезаю так первым делом становится ясно что действительно плод полностью поспел семечки уже полностью зрелые так что плодик сорван вовремя может быть даже и пораньше еще надо снимать ну а теперь попробую на вкус должен заметить что похоже плодики немного переспели мякоть мягковата кисло-сладкого вкуса довольно неплохой сорт посмотрим как будет это яблонько расти дальше в конце пожелаю всем хороших урожаев яблоки других культур всего самого доброго до свидания глядя на это яблочко становится понятно почему сказках называли яблочки наливными вот видно как плодик налит соком